Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Яга. Так, ну что, идем к пастуху, хотя постой-ка, вдруг что-нибудь новенькое у нас тут будет. Пропало все, ради чего я так усердно трудилась. Угу, я понял. Ничего новенького нам не дали, ну что ж, пойдемте немножко расстроим пастуха, потому что коровы больше в живых нету. Остался только лишь хвостик, а хвост нам нужен для задания. Где он? Ага, вот он стоит. Иван? Я нашел тварь, убившую твою скотину, и уничтожил ее. Вот ее лапа в качестве доказательства. Благодарю тебя, кузнец, только бы моя любимая корова поскорее вернулась обратно. Иначе мне совсем нечего будет есть. Ох, горе мне. Ох, горе мне. Угу, я нашел тушу. Я нашел тушу рядом с медвежьим убежищем, и рядом был этот колокольчик. Моя любимая, моя жизнь. И навзрыд разревелся пастух. Ну, ребята, у нас не было выбора, нам пришлось его огорчить. Да. Он будет стоять и плакать здесь дни и ночи напролет. Что мы можем с вами здесь сделать? Задания, я так понимаю, нам новых здесь не дадут, судя по всему. Деревня наполовину почему-то пустая стала. Кстати, вот здесь вот были в свое время пьяницы. Возле этой таверны тут тусовались. Как только раздобудешь эти подарки, сразу отправляйся к бабе-яге. Она поможет. Будь осторожен, не заблудись на болотах. А как проголодаешься, возвращайся домой. И помни, Иван, присматривай себе жену. Я так хочу увидеть, как мой милый мальчик женится. Так, бабушка тоже нам ничего новенького, да, не сказала? Приветствую, не хочешь ли купить обереги? Ну, давай посмотрим, что у тебя есть. Вот что я могу сегодня предложить. Пульсирующее сердце, тухлое мясо. Иногда заставляет врагов взрываться и грибные споры. Хм, давай, наверное, тухлое мясо купим. В момент смерти они будут взрываться. Прекрасно. Ну что, ребята, я думаю, что на этом и хорош. Можно, в принципе, дальше отправляться в наше путешествие. Так, ворон опять прилетел сковать. Ну-ка, что-нибудь давайте смастерим. Так, какую руду воткнуть? Это не руда, ребята, а золотой зуб. Ага. Взрываться в момент смерти. Это было бы прикольно, на самом деле. Давай-ка, наверное, попробуем. И воткнем руду. Нечистые существа это просто ненавидят. Легкий металл. Давай вот это вот возьмем, создаем и посмотрим, что у нас с вами получится. Лапа, по идее, должна поменяться. Ого, безупречная медвежья лапа. Ничего себе. Слушай, прикольно. Иван выглядит обеспокоенным. Куда он сейчас идет? Урожай жнеца испорчен. Иван направляется в пашеные земли, чтобы выяснить, в чем дело. Ну что же, я думаю, нам, наверное, надо выполнить это задание, да? Чтобы получить зерно. Баба-яга наблюдает. То лихо наблюдает, то Баба-яга теперь. Так, ну что же, мы проснулись. Невыносимая жара у нас, как всегда, на улице. И я так понимаю, махачи, да? Сразу же. Да елки-палки. Два пугала. Ой-ой-ой-ой-ой. А расстреливают меня. Даже три! Тихо-тихо, родные мои. Не буяним. Так, да что ты будешь делать-то, а? Посмотри, как они меня атакуют жестко. И причем, хоть ты тут забегайся, все равно они тебя будут доставать. Где бы ты ни находился. И причем рядом еще свои вот эти вот прутики проклятые бросают, которые либо отравляют, либо замедляют. Кстати, у нас очень плохенько со здоровьем. Вот что я тебе хочу сказать. Ну иди сюда, пугало. Отлично. Так, последнее осталось. Ой-ой-ой. Ребята, очень-очень плачевно у нас все на самом деле. Я могу отдуплиться. Но уже, конечно же, нет. Так, погнали. Разберемся. Ну, нормуль. Отдубасили, как говорится, по полной программе. Так, мне напоминает эта территория, ну, конечно же, опять Махачу. Конечно же. Очень много драг здесь. Так, а что у меня? Нет, у меня нормальная, кстати, кувалда. А почему такой маленький дамаг? Да нет, вроде бы неплохой. Иди сюда, бандит. Мародеры, елки-палки. Так, мы получили с вами хлеб. Ну. Так, бинго. У нас с вами два пути. Налево и направо. Хм. Куда пойдем? Так, у нас там какой-то алтарь, да? Я понимаю. Ага. Ну-ка посмотрим. Этот алтарь посвящен богу музыки и волшебства Велесу. Давай помолимся. Что это за музыка? Алтарь почти не слышно гудит. А он мне ничего не дал, да? Алтарь почти не слышно гудит. Хм. Я не понимаю, как вообще у этих алтарей получать вот подарки. Что нужно для этого делать? Где-то нужно помолиться, где-то... Ах ты, елки-палки. Где-то нужно сделать подношение. Но вот что именно подносить, я так и не понял. Так, шерсть меня сейчас разберем и примемся за пугало. Так, погоди секунду. Последний, отлично. Ну иди сюда, пугало огородные. Достала ты уже меня в корень. За всю эту игру, если честно, а? Своими копьями этими разбрасываются. Шикандос. Да, к тому же здесь был тупик. Но в любом случае, я не смогу покинуть эту локацию, пока не перебью всех врагов. Потому что меня перекрывают путь. Ну что же, налево мы сходили. Теперь пойдем направо. Давай, Ванюшенька. Нас ждут великие дела. Сундучок. Да еще и без присмотра. Это что-то новенькое. Так, я так понимаю, ребят, на мне опять какое-то проклятие, да, там висит. Опять невезение растет. С чего только я не могу понять. Опять драки. Ну, разбойников я обожаю бомбить. Потому что они дают денег. Да и сами по себе они легенькие. Хорош метать свои топорики. Упыри. Так, что, у нас еще двое там осталось. Сейчас мы этого нахлобучим. Может, в кувшин бомбануть? Давай так сделаем. Хе-хе, ага, двое. Как же. Вон там сверху еще один вылез. Партизан. Встревоженный такой, знаешь. Услышал что-то, да? Так, мне здесь не пройти. Давай-ка мы этого нахлобучим. Ну, отлично. Что-то денег не дали. Странно. Хм. Ладно. Отправляемся с вами далее. А может быть, нам поменять эту лапу на что-нибудь? Да, выбор, конечно, не яхти. Ладно. Оставляем ее. Выносливость у нас полностью восстановлена. Опять. Опять эти пугалы. Да что ж ты будешь делать? Ну, сейчас легко разобрался я с ними. Кстати, Том меня пока не видит, да? Я понимаю. А она не бомбит. И это хорошо. Стоит только засветиться, и все, и понеслась, да? Ха-ха. Так. Шерчня, успокойтесь, пожалуйста, да? Два шерчня плюс пугало огородное стоит там. Так, отходим. Блин, все равно, ребята, задевает меня вот это вот замедление. Ооо, тихо, 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 тихо. Я не успел. Я не успел сменить молот. И поэтому лишился. Твою ж маковку, а. Придется драться первым дедушкиным молотом. По крайней мере, оно не ломается. И лихо, я так понимаю, его не может нам сломать. Так, ну-ка. Хорошо, отлично получилось. Острию стрелы. Бронзовая руда. Так, наверх есть дорожка, и сюда. Ладно, ребята, проверим все тропинки. Что-то мы бегаем, бегаем. Никаких заданий нету. Опять сундук лежит. Нет, в принципе, я не против. Ну, где задание? Вино. Опять махача? Ну, естественно, естественно. Два пугала. Твою, три даже? Это, кстати, не есть гуд. Если вы хотите знать, друзья мои. Мне придется немножко тут посуетиться. А ну-ка. Хе-хей. Одну пугало сразу разорвало. У нас, кстати, вон там тоже кувшин есть. Можно было бы постараться этих пугал привлечь туда. Ну и, соответственно, взорвать. Но это слишком долго и муторно, мне кажется. Давай-ка попробуем. Ааа! Я забыл, что этот молот... Причем на короткую дистанцию летает. Вот оно что. Так, ну-ка. Иди сюда. Как их величать? Полевики, да? Вот эти вот мелкие. Ну, пугало. Ну, хватит, а уже выеживаться тут в конце-то концов. Ну. Ванюш, давай, давай, давай. Отлично. Молодец. Подбил таки. Части тела подобрали. Замедление на нас висит. Поэтому мы бегаем, как в штаны наложившие. Даже до кувшина не могу добросить этот молот. Офигеть. Обязательно нужно будет потом что-то скрафтить. Но это по-любасику. Опа-на. Сундук. Появился. Хм. С какого-то перепуга. Золотая руда. Ну, прикольно, друзья мои. Опять тупик. Это я шел сюда для того, чтобы... Ну, видимо, получить сундук. Бронзовая руда. Ладно, тогда у нас там дорожка есть вниз. Пойдем по ней. Интересно, ему вот с этой лапой не тяжело бежать, а? На вид она выглядит в половину Ивана. Опять махачи, да? Опять два пугала. Опять эти полевики. На, получите. Распишитесь, как говорится. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Там у нас кувшинчик есть. Ать, слишком далеко он стоял. Минус. Так, полевик. Отвали от меня. Ну, все, пугало. Сейчас мы будем с тобой один на один. Дай-ка я только доберусь для тебя. Ха-ха-ха. Так, тихо. Что ты делаешь? Вот так вот. Делов-то на копеечку. Секунду, ребят. У нас здесь тоже оказывается тупик. Погоди-ка, я не понял. А куда же нам тогда идти нужно? Наверху я, по-моему, все пролазил, да? Ха. Погоди-ка. Я вижу, там затемнение у нас есть. Ну да, тут просто у нас остались кувшины. Слушайте, для того, чтобы бросить молот далеко, нам нужно накопить энергию. Но опять же, это нужно стоять 3 секунды. И когда ты в бою находишься, особого времени нету накаливать энергию. Короче, здесь мы с вами все облазили. Что-то я немножко потерялся. Направо мы с вами ходили. Неужели я где-то дорогу пропустил? Ага. Смотрите, у нас наверху есть затемнение. Но там тупик. Что-то здесь не то, ребят. Давай-ка вот сюда сходим. Потому что, видите, здесь карта не открыта полностью. Сундук. А ну-ка. Слушай, камень можно сломать, по ходу дела. Или нет? А если так? Оу. Ты понял? Я взял лапой, просто камень взвинул и все. Ха, прикольно. Яйцо с двумя желтками. Чего только не найдешь. А, кстати, вон наверху звездочка. Я вижу уже. Что это за дедуречка у нас тут? Приветствую тебя, кузнец. Я ведьмак это. Ага, попался. Подожди, это совсем не то, что ты подумал. Откуда ему знать, что я подумал? Думали, что это ты выкосил всю пшеницу. Да. Решили, что зря обвиняли тебя в том, что это ты выкосил всю пшеницу, и вот, пожалуйста. Клянусь перуном. Только не снова. Эта женщина не в себе. Я не имею к этому никакого отношения. Меня во всем обвиняют при каждом удобном случае. Ха-ха. Этот серп. Ты серьезно? А как насчет этого серпа? Я нашел его здесь, на земле. Должно быть, его обронил тот, кто им пользовался. Кем бы он ни был. Я случайно услышал плач бедной женщины и решил помочь ей в поисках злодея. Интересно, заливает он нам или нет. Давай-ка возьмем, наверное, первый вариант. Кикиморы. Посмотрим, что он ответит. По пути я наткнулся на кучку кикимор. Интересно? Теперь понятно, почему я не нашел следов. Быстрее пойдем по этому сенному следу. Угу. Куда мы должны идти? Быстрее пойдем по этому сенному следу. По этому сенному следу. Ой-ой-ой. Погоди-ка. А ведь как-то можно пройти ее в ПРСТ. Здесь у нас выход. Хм. Погоди-ка секунду, я не могу понять. Ага. Можно, наверное, сломать, да? Или нельзя? Очень интересно. Так, ну пройти я не смогу. Угу, понятно. Меня не пропускают. А что тогда я должен делать? Сюда тоже не зайти? Так, погоди-ка. Хм. А, по сенному следу, елки-палки. Подходите. Колючие вьющиеся растения. Нужно чем-то прорубить себе путь. Так я об этом и говорил. А как? Чем? Хе. Молот не берет. Лапа тоже здесь бесполезна. Эта тропа полна тернистых вьющихся растений. Почему бы не воспользоваться серпом? Удачи. В плане. Ведьмак, ты куда делся? Хм. И что мы тут сейчас замутим с вами? Вау. Не только для сельского хозяйства. Слушай, наверное, мы сейчас можем здесь пробить. Да. Так и есть. И что мне тут? Елки-палки. Три пугала. Слушай, ребята, это не пугала. Это кикимры. Вот что я тебе хочу сказать. Потому что мелкие это у нас полевики. А вот эти вот это у нас кикимры. Но, честно говоря, мне привычнее называть их все-таки пугалами. Ну и что? Ну, разобрался я с ними. Ха. А в чем прикол-то? Непонятно. В общем, друзья мои. В любом случае, мы с вами поговорили с Ведьмаком. Так? Получили серп на халяву. И теперь, наверное, будем возвращаться. Ну, по традиции, я отбегу еще раз карту. Посмотрю, может быть, я где-то что-то мог пропустить. Очень много затемнений, как вы видите. Давай-ка я добегу. До определенной точки. Так, ну здесь мы с вами дрались. Так, это у нас... Ага, обелиск. К нему мы подходили. Он нам, как всегда, ничего не дал. Наверху у нас тупик. Хм. По ходу дела, да, все, ребята. Вниз я, вроде бы, как ходил. Но проверить стоит. Здесь мы с вами дрались тоже, да? Ага. Здесь мы начинали. Вот, смотрите, видите? Внизу затемнение. А значит, я здесь не был. Кто тут? Ага. Полевики. Полевочки, так скажем, да? Ё-моё, их тут очень много. Главное, не давать себя зажать. И все будет тип-топчик. Как меня эта кикимора там бесит, а? Нормуль. Части тела. Обязательно забираем это все дело. Так, ну что? Ну, друзья мои, как вы видите, да? Это тупик. Но, тем не менее. Я их подбил. Слушай, а мне за это дают опыт. За то, что я их подбиваю. По-моему, да. Все, я возвращаюсь обратно. Мы идем с вами в деревню. Хотя, можно было бы, наверное, выполнить сразу еще пару заданий. Так, это у нас... Угу. Для жнеца было задание. Она просила нас, да? Сходить к ведьмаку, разобраться с ним. Типа, он все там ей испортил. Но, как видим, ведьмак не виноват. Но отдал мне серп. Неплохо бомбит. Кстати, нам можно будет его как-то укрепить, улучшить. Я думаю, что как оружие оно будет хорошо. Дай-ка я, наверное, загляну еще разок сюда. Да, Ванюша, елки-палки, на каждый шипок нарывается. Будь аккуратней, пожалуйста, впредь, а. Не нервируй, как говорится, меня, муля. Так, тут у нас все пусто, тихо. В общем, выходим мы с вами. Судьба Ивана зависит от его выбора. Ну, это понятно. Чему научился Иван? Я знаю, что я прав. Один к разуму. Зло должно пасть. Вынослюсь восстанавливаться, когда вы убиваете нечистые существа. И удача зависит от вас. Вот что мне нужно. Когда я зарабатываю деньги, невезение уменьшается. Оптимально? Оптимально. Так, ну что, Ворон. Давайте-ка посмотрим, что мы можем с вами сделать. Ну, давай-ка не с этого начнем. Так, подожди. Обновить наковальню. Почему они мне не позволяют этого сделать, а? У меня же вроде как руда есть такая. Может быть, нужно что-то определенное сделать? Или еще рано? Даже руну вырезать не могу. Ну, давай попробуем тогда улучшить себе серп. Посмотрим, что у нас из этого получится. Смастерить. Так, выбираем серп. Руда. Металл удачи-везения. Так, легкий металл. Смертельно опасный металл. Я думаю, как раз его и возьмем. А вот тут вот что? Может уронить копейку поврежденный враг. Так, больше боли врагам. Взрываться в момент смерти. Не знаю даже. Наносит до и больше урона. Хм. Ну-ка, давай-ка. Не знаю, может быть зря я, конечно, это в серп вкладываю. Надо было, наверное, в кувалду. Ну, ладно. Ох ты! Заточенный серп у меня получился. Довольно прикольный. Ух, теперь вражинам-то не повезет, наверное, да? Так, птичка. Это дорога домой. Да, зайдем ненадолго с вами. Попробуем подойти к этому, к жнецу. Ну и посмотрим, что она нам расскажет. Должна, по идее, дать сено. Так, подожди. Вот она. Иван, ты вернулся. Ну как там мои поля? Твой урожай испортила кучка Кикимар. Неужели? Как глупо было с моей стороны винить во всем ведьмака. Хм. Он помог мне? Конечно же. На самом деле, он даже очень помог мне. Мы вместе высадили и разбили эти грязных тварей. На этом все. Благодарю тебя, кузнец. Вот, возьми в качестве благодарности. Я прослежу за тем, чтобы ведьмак тоже получил свою награду. А теперь снова за работу. Эта пшеница давно перезрела. Так, погоди-ка. Она нам дала деньги. А мешки пшеницы уже давала нам? Что-то я не помню. Так, что у нас еще за задание осталось? Кто-нибудь помнит? Я так лично совсем забыл. Ладно, давайте возвращаться с вами. Все равно здесь уже ничего нету. Вот собачка. Интересно, она просто так здесь? Или будет какое-то задание связанное с ней? Ну, это мы, наверное, узнаем с вами уже позже. Так, ну что, друзья. Давайте-ка, наверное, продолжать наше путешествие. Так, погоди-ка секунду. Нам нужна кувалда. Без нее я никуда не пойду. С дедушкиным молотом мы с вами далеко не уйдем. Металл, удача и везение применяем. А сюда воткнем. Слушай, очень много чего можно, но вот что мне нужно? Топор перуна. Давай попробуем, а? Вызывает молнии, да? Это будет очень интересно посмотреть. Ну. Везучий молот. Ого. Смотрите, как выглядит. Ну, я сейчас, наверное, буду их крошить. Иван выглядит обеспокоенным. Куда он сейчас идет? Угу. Вдова хотела, чтобы убийца был мертв. Иван готов противостоять Соловью. То есть, мы с вами отправляемся на босса. Ну что ж, так тому и быть. Я не против лично. Главное, чтобы мне его удалось убить. Не хочу проигрывать. Ну давай, что ты так долго, а? Что ты так долго там прогружаешь? Посмотрим, куда приведет меня эта дорога. Все время Ванька говорит именно такие слова. Кстати, в определенные дни он всегда говорит по-разному. Что такое? Уу. Ого. Ничего себе. Вот это, ребята, молот у меня вышло. Вы видите, что происходит? Я просто бью одного врага, а молнии прошивают еще и других. Хе, шикарно. Причем мне показалось, я так быстро с ними всеми справился. Так, ну что, тут у нас тупичок. Мы можем с вами идти наверх. Можем вот сюда сходить. Так. Ага. Обожаю вот, ребята, разбойников. Я вам серьезно говорю. Самое то, что нужно. К тому же, вы не забыли, да? Когда мы с вами собираем деньги, от нас отступает невезение. То есть, вот такой мы с вами прокачали перк. Ну что, здесь тупик. Ясно. Ну что, пойдем наверх? А, нам еще можно налево сбегать. Налево. Музыка прикольная. Так. Волчары позорные. Вообще, изи бомбит. Молот. Ну, опять же, тут тупик. Вы это прекрасно видите. Но я, тем не менее, гляну. Вдруг здесь что-нибудь лежит. В такие потайные кармашки они любят положить сундучок или еще что-нибудь. Ну, на этот раз нам не повезло. Тут ничего не оказалось. Ладно, идем налево. Опять драка, да? Нет, звездочка. Воу-воу-воу-воу. Так. Два медвежонка. И два волка. Ладно, сейчас мы разбомбим их. Слушай, ну вообще легко. Просто легкотня какая-то пошла. А кто здесь? Кто идет? Если твои намерения злые, уходи. Оставь меня. Выходи. Тебе никто не навредит. Ага. Хе, под телегой прятался. Бог отозвался на мои молитвы. Почему ты прячешься под телегой? Я занимался своими делами, и тут на меня напали эти твари. Я едва успел забраться под телегу в попытке спастись. Ммм, ну давай, наверное, первый. Не напоминай. Вот тебе мои деньги на неделю. Ничего себе надавало. За что? За то, что я его, видимо, спас. Да, друзья мои? Ну что, спасибо тебе, пастух. Доброго пути, кузнец. Ну и тебе не хворать. А за деньги отдельное спасибо. Так, ну что же, мы продолжаем наш путь. Опять махачи. Ну а как же без них? Ну как же без них? Как же без наших родных бандитов? Я даже не успеваю соскучиться уже по ним. Слушай, я обожаю этот молот, ребята. Молот Перуна. О, еще один охламунчик бежит там. Дай-ка я монетки дособираю, две штучки. Каждый рублик у нас на счету. Да, вот серп, конечно, не очень хорошо бомбит, на самом деле. Ну, да елки ты пока, это какой-то кустарник мне мешает, а? Пробить. Изи, катка. Ха-ха. Так, а это что? Хлебушек лежал, оказывается, а? Так, наверху опять какой-то алтарь. Перуна. Вот это хорошо, кстати. Древний ветхий алтарь, посвященный бому-громовершу Перуну. Перед ним на каменной плите лежат подношения. Ну что, помолимся-ка, наверное, как обычно, или подношения сделаем? Я не знаю, что ему положить. Что ему нужно? Хе. Роднику в воду положить, может быть, а? И полинка. Хлебушка маленькая. Все, надеюсь, ему хватит этого. Алтарь принял мое подношение, и я услышал раскаты грома. У алтаря воцарилась тишина. Ух ты, друзья, топор Перуна он мне дал, то есть мы с вами сможем сделать еще один молот, который будет бомбить вот так же молниями. А это шикарно. Это очень шикарно. Так, роднули, вы что там бегаете? Идите ко мне сюда. Ага, тут у нас тупик. Ну, в любом случае, я с ними разберусь. Жалко, конечно. Я вижу, внизу звездочка там просвечивалась. Значит, мы отправляемся по левую сторону. Спасибо тебе, алтарь Перуна, за то, что дал мне свой топорик. О, сундучок. Халявка. Вы видите, да, я собираю деньги, и у меня невезение отступает. Так, давай-ка мы, наверное, сюда, или... Нет, вот сюда я схожу. Опять. Опять какие-то крестьяне. Нашего сына держат в заложниках. Помоги нам, кузнец. Что случилось? Что с ним случилось? Это новый батюшка. С момента своего появления здесь он борется с нашими обычаями. И дело не только в нашем мальчике. Это произошло со всеми юношами и девушками брачного возраста. Ночью они собирались отправиться на поиски цветущего папоротника. Цветущего папоротника? Да, это многовековой обычай. Человеку, нашедшему цветущий папоротник, будет сопутствовать удача. Молодые парочки идут искать его вместе, а после возвращения часто обручаются. Так и мы с мужем обручились, и вскоре после этого произошло счастливое событие. Родился сын. Батюшка хочет положить конец этой традиции, а не блюсти ее. Пожалуйста, помоги нам, поговори с батюшкой. Ага. Хм, поговорить с батюшкой. Дай-ка я, наверное, сбегаю сюда вниз. Скорее всего, батюшка именно здесь будет. Ну что такое? О, красотули заявились. Хе-хе. Ой, как же я обожаю бандитов. А этих разбойников, друзья мои, ну... Прям вот денюжки. Вот как они рады мне их отдать. Просто вот я вижу даже улыбку на их лице, когда они падают вот так вот замертво на землю. Так, смотри-ка, здесь не тупик. Здесь мы можем с вами пойти опять же вниз, опять же налево. Так, что такое? Это, видимо, какой-то лагерь, да? Или нет? Погоди-ка, это не лагерь. Это, по-моему, мы уже с вами к Бабе Еге идем, что ли? Вы помните, да? Именно вот так вот у нас к Бабе Ёшке был проход. Хорошо, ладно, давай. Опа! Тихо-тихо-тихо, это босс! Кто такой? О, да он ватник. Друзья мои, смотрите, я ему один удар сделал. Где он там? На-ка! Шикарно! Слушай, а он достал. Достал меня в корень. Блин, друзья мои, а как же так? Чем сейчас займется Иван? Так, Иван не готов сдаваться. Конечно же не готов. Друзья мои, как же я так проследил, что у меня со здоровьем было очень туго. Ну, да чтоб тебя. Кстати, он очень сильно бомбит. Да елки-палк, своими стрелами ты достал. Слушай, ну это же не соловей-разбойник, да? Это какой-то, я не пойму, кто это такой. Что он делает? Опс! Бросаться уже чем-то стал, а? Они что, в прямом смысле сделали соловья, ну то есть птичка, да? Разбойником. Ну, он больше похож на какого-то ворона. Ворона. Так. Ах ты! Он еще и ножом, ребята, тыкает. Видите? Кстати, вот эти вот, да-да-да, мы можем с вами уничтожать, оказывается, вот эти вот стрелы, которые он выпускает. Нет, 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 нет! Успеем, нет, как думаете? Вот так вот снарядить. Ну? Так, по-моему, он лихо не сломал мне, да, оружие? Нет, оно на месте. Ай, как хорошо, друзья мои. Ну что, давай, что он там делает? Смотри. Ага, он уже из лука стрелял. Он, кстати, сам себя в клетку посадил, дурило. Так, у меня опять со здоровьем. Ага. Где? Где оно? Вот оно. Ну что, еще ударчик? А, все? Стой, и что тебе от меня нужно? Возмездие, помнишь это жерелье? Глупец, конечно же, я его помню. Он был одним из моих лучших людей. Тогда зачем ты его убил? Убил его? Я отомстил ему. Ублюдок, которого ты нашел рядом с его жерельем, был настоящим убийцей. У нас вариант убить или пощадить. И про цветущий папоротник можно спросить. Слушай, я, наверное, его все-таки убью. И я не верю тебе. Все воры лгут. Упс. Слушай, может быть, конечно, я это зря сделал. Но я сомневаюсь, что ожерелье, да? А это, как говорится, муж и вдовы, был убийцей. Хотя фиг его знает. Но мы же с вами добрые. Поэтому мы не имеем права оставлять в живых всяких бандитов, разбойников, которые бесчинствуют на этой земле сказочной. Так, ну что, друзья мои. Теперь нам нужно найти батюшку, да? Который здесь, видите ли, обычаи хочет все поменять. Кто на этот раз? О, животинка. Обалдеть. Просто одним ударом двух кабанов и медведя ушатал. Так, волчара позорный. Минус кабан. Ну, хорош, хорош там. Начинает не бычиться. Так, друзья, а здесь что у нас? Нет. Не тупик, по ходу дела. Мы можем с вами пойти дальше. Вот здесь вот проходик у нас есть. Драка. Слушай, а где у нас батюшка тогда может находиться, а? Чесночная перчатка? Почему они называют, я уже говорил, да? Спрашивал у вас. Почему они называют чеснок, чесночная перчатка? Непонятно мне. Слушай, мы можем сюда вниз сбегать. И опять же налево. Так, ну-ка, давай-ка пробежимся по-баренькому. Так, ну что я могу сказать? Карты уже становятся немножко больше, чем обычно, да? Так, кстати, невезение растет у меня. И это мне не нравится. Ага, это у нас тупик. Все, ребята. Как говорится, дошли с вами до кондиции. Ладно, разберемся с этими охламонами и пойдем тогда. Да иди ты. Что ты делаешь? Ванюша, бомби его. Идем с вами вниз, потому что, ну, здесь нам делать нечего. Все, мы дошли до тупика. А лихо все за мной наблюдаем, да? Блин, я просто не хочу, ребят, чтобы у меня сломался мой классный молот. Серьезно вам говорю. Так, чую драка, да? Ага, драка. И опять же, наверное, тупик. Слушай, я, по-моему, серебряная вилка. Я, по-моему, где-то не завернул, да? Потому что, ну, не может быть так далеко батюшка находиться. Они обычно все рядышком там. Семья крестьянов и батюшка должен быть рядышком. А я уже ушел за 3-9 земель куда-то от того места. Да, и к тому же здесь мы видим прекрасно тупик. Ну, в любом случае, я рано или поздно сюда бы прибежал бы и проверил бы всю эту местность. Так что, пойдемте обратно. Я бы даже сказал, покатимся. Потому что он так намного быстрее передвигается. С хлебом у меня проблемы. Вот что я хочу сказать. Всего лишь одна буханочка осталась. Не надо было, наверное, перуну отдавать хлеб. Хотя он мог бы мне тогда и не дать. Свой топорик. На самом деле, это даже не топор. Это лезвие от топора. Так, по-моему, нам нужно наверх. Ага. Так, ну что, у нас вот там звездочка. Это крестьяне. Которые просят найти нас, батюшку. Ну-ка, давай поговорим еще раз. Ты убедил батюшку отпустить их? Скоро с ним поговорю. Поторопись, близится вечер. Ну и что? Так, бабушка какая-то. Божий одувальчик тут стоит. Ты ищешь кое-что волшебное? Сегодня что, праздник? Ищешь цветущий папоротник? Хе-хе-хе. А что за пульса от цветущего папоротника? О-о-о, он приносит удачу и счастье. Его ищут юные влюбленные, чтобы укрепить свои чувства. А в нашем с тобой возрасте люди уже знают, что его не существует. Но я каждый год делаю эти цветы, чтобы развлечь молодежь. Можно мне один? Конечно. Всего несколько копеек, и он твой. Могу поменяться на какой-нибудь волшебный артефакт. Ммм, 30 копеек. Хорошо, я куплю, наверное. Вот и папоротник. Используй его с умом. Хе-хе. Ладно, друзья мои, я нашел папоротник, да? Вот он. Ненастоящий цветок папоротника. Так, она мне дала подделку. Ну, правильно, она сказала, я их делаю каждый год. Делаю. Хе-хе. Папоротники закончились. Приходи через год. Понял тебя, бабуля. Не серчай. А, а вот и батюшка стоит. Смотрите-ка, друзья мои. Хе-хе, давай погутарим. Чего изволишь? Юность. Что ты сделал с деревенской молодежью? То, что сделал бы любой богобоязненный человек, помешало им попасть в ад. Как это? Думаю, они просто хотели повселиться. Ах, да, цветущий папоротник. Всего лишь отговорка. Они ходят в лес на поиски несуществующего цветка, чтобы заниматься там возмутительными делами. Хе-хе-хе-хе-хе. Вы поняли, о чем речь идет? Где они? Я их запер в этом кабаке. Пообещал дать золотишко, и они тут же прибежали всей толпой. Не сложнее, чем рыбу ведром ловить. Хм. Это обычай. Тобой движет благородная цель, но местные обычаи тоже надо уважать. Это только одна ночь в году. Тебе не переубедить меня. Меня прислали сюда, чтобы избавить этих людей от предрассудков. Я не сойду с пути. Если ты действительно веришь в эту ерунду, то принеси мне цветок папоротника. Докажешь, что он существует, я их отпущу. Хе-хе. А у меня как раз есть. Угу. Давай-ка, наверное, отдадим. Вот и великолепный цветок. Он. И вправду существует. Это проявление воли Господа. Как красиво. Значит, это была проверка. Сельчане оказались правы. Вперед, кузнец. Освободи, ребят. Мне надо подумать, и я вернусь к молитвам. Ммм. Шикарно. Хмм. Оттуда доносятся смешки. Давай, наверное, так. Я убедил батюшку выпустить вас. Ладно, скоро выйдем. Мы празднуем. Все в порядке? Эй, вы там в норме? Да-да, все нормально. Вот пройдохи, а. Никто не пострадал и не голоден? Нет-нет, мы все хорошо себя чувствуем. Все в порядке. Я передам вашим родителям, что все в порядке. Спасибо, добрый день. Слушай, друзья, чем они занимаются? Причем, отвечал нам только мужик. Девушек я там не слышал. Так, ну что, давай скажем, что все путем. Пускай они расстраиваются. Ты убедил батюшку отпустить их? Да? Ммм, ну да, но... Что, но? Батюшка упрямится? Нет, я убедил его отпустить их. Дело в том, что они уже празднуют. Они ищут цветущий папорник в кабаке. О-о, ну ладно. Это тоже дело. Ну и хорошо. Вот твоя плата. Доброго пути, кузнец. Ух, друзья мои, шикарно, шикарно мы сегодня с вами поиграли. Слушайте, ну что же, я думаю, пора нам возвращаться. А мы убили соловья-разбойника. Это была наша основная задача. Так, только вот куда мне нужно идти, я подзапамятовал. По-моему, вот сюда, да? Так, а у нас тут территория до сих пор еще открывается. То есть, вот это вот затемнение. Тут у нас пастух, да? Который прятался под телегой. Он нам, как говорится, гроши все отдал. Потому что мы его освободили. Мы ему помогли. Так, там у нас наверху тупик. Это я точно помню. Так, отсюда мы начали с вами, да? Это, как говорится, наш привал. Слушай, я могу отсюда... Ага, от привала я не могу никуда уйти. То есть, я думал, мало ли, мы сюда придем и сможем выйти в деревню. Но, как бы не так. Погоди-ка секунду. А куда же нам тогда идти? А, по-моему, вниз, да? Мы с вами соловья-разбойника убили. И там был сразу же выход. Но я не пошел в него, потому что мне нужно было найти батюшку, с ним поговорить. Переубедить его. Что я, в принципе, и сделал. Ну, теперь с чистой совестью можно и сваливать отсюда. Киедре, не фене. Так, чисто вниз, по-моему. Сейчас мы... Да, друзья мои. Вот он, лагерь разбойников, где я их всех подчикал. А вот здесь я уже дрался с соловушкой. До сих пор валяется трупец. Так, и вот здесь где-то должен быть, по идее... Ага, вот он. Я уже думал, фух, что-то напутал. Нет, все хорошо, все путем. Все четко сделали. Так, лихо ищет меня. Судьба Ивана зависит от его выбора. Ну, это понятно. Все зависит от меня, естественно. Ага, чему научился Иван. Мне приятно быть полезным. Сила воли восстанавливается. Так, совершение должных поступков помогает вам расти. Хм. Не довольствуйтесь меньше. Вы получаете больше денег, продавая предметы. Нет, это не то, ребят. Давай-ка, наверное, вот это возьмем. Мы учимся с вами быстрее, когда убиваем нечистые существа. Хлебушек подобрали. Так. Ну что, я не знаю, ребят. Давайте посмотрим. Нет, до сих пор ничего мне не дают. И меня это напрягает. Я серьезно говорю. Как мне наковальню улучшить, а в конце концов? И меня это очень сильно раздражает. Я хочу уже поставить в конце концов себе новые какие-то ячейки. Кстати, смотрите, что происходит, друзья мои. У меня куда-то подевались все артефакты, которые были на мне одеты. А вот куда, я не могу понять. Ха. Так, хорошо. Давайте тогда вот это наденем. Короче, у нас хвост есть. Зерно есть. Так, наденем это. Ну и последний какой-нибудь предмет. Вот так вот. У нас есть хвост, зерно. То есть мы можем смело отправляться к бабе-яге. Это дорога домой. Сейчас маленечко с вами побегаем по деревушке. И я думаю, что отправимся к ней. Ну вот он, дом родной, как говорится, да? Все так мне знакомо. Кстати, вы заметили, что у меня опять очень много невезения. Но клевера больше нету, чтобы снять мне. Плохо. Очень, друзья мои, плохо. Так, что у тебя тут есть хорошенького? Приветствую. Не хочешь ли купить обереги? Да можно было бы. Вот что я могу сегодня предложить. Ммм. Наносит больше урона. Так, здесь... Оу. Смотри-ка, ребята. Я могу вот это взять, да? И за 75 копеек. Двигаюсь быстрее, но атакую медленнее. Берем. Я думаю, что возьмем, наверное, скользкий плавник. Прекрасно. Отлично. Бегаем быстрее, атакуем медленнее. Ну, если у нас будут атаки мощные, то, в принципе, ничего страшного. Где все персонажи? Вот скажите мне, друзья мои, а? Где они? Я хочу каких-то новых заданий, новых ощущений. Ну, никого не вижу. Вон, Василий тут только балует. Его детишки тут палочками стучат по нему. Ха-ха-ха-ха. Ну, батюшка, давай поговорим с тобой, что ли? Я не знаю. Маленечко. Перегутарим. Кузнец. Не хочешь ли перед уходом получить благословение? Давай-ка вот так вот. Десять копеек пожертвуем ему. Ты очень добр, кузнец. Возьми это. Эта вещь будет вести тебя в твоих странствиях. Ух ты, крест мы с вами получили. Ну, спасибо тебе, батюшка. Что еще я могу для тебя сделать? Ну, давай попробуем. Какое благословение тебе нужно? Нет, друзья, никакого, потому что у меня нет уже денег. Я на нуле. Так, а ты что-нибудь... Нет, он даже не хочет со мной разговаривать. Он занят своим огородом, выращивает там тыкву, все дела. Очень странно. Так, а смотрите, вот самое интересное, друзья, что лавки стоят, а продавцов нет. У нас вообще как-то деревня опустела, если честно. Может быть, нам домой забежать, к себе? Это мой дом, кстати, да. Ну, походу, нам здесь делать уже нечего. Я думаю, пора выходить. Да? Хотя, подожди секундочку. Давай-ка сюда зайдем. Ее звать Амида. Ну, давай. Хотя... Хотя, ребята, у меня денег-то все равно нету. Да? И предметы... Если бы она могла что-нибудь крутое делать. Крест. Да, я понял, что ты можешь за небольшую плату мне там... Сделать копию. Но у меня денежек нету Амида. Так что ты извини. Так, друзья мои. Воронок прилетел. Смастерить. Давай-ка, друзья мои, попробуем что-нибудь эдакое заварганить здесь. Металл, удача и везение, да? А здесь он нам подойдет... Так, мы можем с вами сделать такой же топор, да? Который молниями бомбит. Кровоточить. О, это кровотечение будет. Слушай, ну, в принципе, тоже неплохо. Хм. То есть, мы бьем врага, и он будет потихоньку истекать кровью. Ну, соответственно, терять здоровье. Везучий молот мы с вами сделали. Неплохо. Так. Легкий металл нет, не хочу. Давай вот так вот, наверное. Не подвластный времени металл. Так, и... Оглушает. Больше боли. Замедляется. Наносит больше урона. Делает инструмент прочнее. Отбрасывает врагов. Хм. Ну, давай посмотрим, что у нас из этого получится. Ну-ка, Ваня, покажи, что там у тебя за молот. Молот быстрого сокрушения. Красный такой. Слушай, четко. Ну, друзья мои, я специально сделал прозапас себе вот этих вот молоточков, потому что вы сами прекрасно видите, что лихо за мной наблюдает. Как только у меня будет полоса невезения, она мне сломает все. Иван выглядит обеспокоенным, куда он сейчас идет. Муж вдовы был отомщен. Иван возвращается в деревню, чтобы рассказать ей обо всем этом. Ну что, ребятушки. Наверное, мы на этой ноте будем с вами закругляться. Обязательно в следующей серии расскажем вдове про то, что муж отомщен. И увидимся в следующей серии. Так что, всем пока и до скорого. Субтитры подогнал «Симон»